В этом смысле я не исключаю. Воруют без разбора все подряд, от танков до осяного печенья. Бессмысленное это воровство я не спешил бы осуждать сурово, поскольку вижу в нем свободу, торжество и верный признак естества живого. И сколько ни боролось с этим власть, я в той борьбе участвовать не буду. Покуда есть в стране чего украсть, жива страда моя, потуда. Народ дешевый водки нравится, и мне обидно за него, хотя мне тоже водка нравится, даже более того. Но я придерживаюсь мнения, что в состоянии любой из многих стадий объявления, должны мы властвовать собой. Чем бегать с топором за тещу, кричая вслед урою, блять, не лучше ли весеннюю рощу и подружку с ней погулять? Вот я собой, к примеру, властвую, да так, чтобы его посмотреть. И до сих пор живу и здравствую, хоть мог давно бы помирить. А кто не может контролировать себя на первых дешевых тенях, тех надо строго изолировать, включая женщин и детей. И там по месту заключения взять, скажем, колыму, успешно предлагают лечение тех, кто подвержены ему, а тех, кто нет стерилизацию по полной схеме провести. А как считать лейтенацию от вымирания спаси? Пора бы взяться мне за ум свой беспилотный. Пора уже пошить костюмы с камень плотный. А то есть наятник, свитера, ветровки, джинсы, весь этот блеск и мешуран безмозгной жизни. Пора уже купить пайту от Хьюга Босса, чтобы не смог тебе никто задать вопросом, а кто позволил вас пустить сюда любезно, крепко локоть обхватить рукой железы. Пора бы выучить дресс-код в твоей квоте, который право даст на вход под эти своды в приемно узкий этот круг, в такую квоту, куда они попадают вдруг, вот так, с налета. Куда вступают лишь свои партаксии льготные, где каждый член одной семьи, причем отчетной, где песня новую поют о самом главном, хотя при этом слезы льют о прошлом славном, где бесконечный бал идет, и в лихре танца никто в том балу не ждет тебя, засранцы. Мне слово нравится уборное, прямое, честное, суровое. В нем сила, чудица упорная, основы чудица здоровая, в нем песни слушаются народные, и колесо скрипит тележное, в нем удриль наше, всепогодная и даль практически безбрежная. И слово наше неподъемное, и почва наше неподъемное, слезами горько-меполитное, а слово туалет заемное, в нем как и самополитное. Во мне рождает ощущение, что связь с корнями в нем утрачена, хотя оно, как помещение, для той же цели предназначено. Для чего уж там все безличное, все бездуховное и чужое-то. Да и мбре там заграничное, если испунили совместных нужных. Ночувство себя там скованными, а все там противоподказано. Казалось бы, слышишь слово, но как много с ним порой связано. Поведав в этой жизни немало, дам совет вам на старость и лет. Не ходите в народы добирады, ничего там хорошего нет. Когда я был, я что-то полноложил, то по пьяни сходил туда раз, и я говорю, в результате порожен, что в трудящийся масс. И душу совсем не поделываю, не так, что без всякой вины. Но меня как-то, у меня это сильно задело в душе, скажем так, глубины. Ощутил я рассовствование шкури в близ растущих, очнулших кустах, как факт отсутствия тяги к культуре в близлежащих народных пластах. С той поры разошлись наши тропы, и бороюсь, что у нас всегда. Далеко нам еще до Европы, вот что я вам скажу, господа. Так что, может, коллеги, тусуйтесь там в своей либеральной среде, а в народ этот с нами не суетесь, что приходит и случится. Невольно вспоминаю Николая Петровича, учителя труда. Он, сам того нисколько не желая, сумел привить на долгие годы мне ненависть с такой высокой пробы к общейственно полезному труду, что он мог тащить игрушки до фобы, узрявших Давидову звезду. И, вешившись в класс, мудрый после пьянки, его, людав трясущимся рукам, он раздавал тяжелые пьянки, трясущиеся своими жильками. Под низким пальцем ею попадая на этот деревянный молоток, всем сердцем ощущал уже тогда и насколько будет мир. Ко мне жестоко. Помясь в халате синим над тясками, я твердо знал, предчувствуя судьбу, что мне свой хлеб не добывать руками, пахать придется на чужом горбу. А нам же въехать в райскую обитель не суждено, когда настаивается он. Прими же благодарность, у учитель, за твой, когда ты данный мне урок, что не служил я немщиком на почте, что тяжкий молот выше не вздымал. Твой прах и сплел на алкогольной почве, но ты судьбу мою не поломал. Ты мне духовно в мир открыл сокровищ, а сам того не ведал и тогда. Простой советский Николай Петрович, учитель ненавистного труда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тоже, Николай Петрович, учитель... АПЛОДИСМЕНТЫ У вас тоже волки туда не как-то уйдут? А они все на кого-то уйдут. АПЛОДИСМЕНТЫ Это на ровном диапазоне, так, вручайся. Василий Николаевич, до свидания. Вот, ну, мне довольно много наших поздравлений написано к друзьям, к их юбилеям, к всяким семьяным праздникам. Вот. Ну, это такая, в общем-то, ну, погибла сам такая шелухонь, поэт, писатель, режиссер. Ну, в общем, ну, понятно, людям его круто, что называется. Но только в какой-то момент я решил резко поднять, значит, уровень поздравлений. И поздравил, ну, было лет десять лет назад, с днем рождения, королеву Великобритании из этой дороги. Да, судя по тому, что, значит, Леонид Исков не выпускает сфиктора своих, значит, церковь, то мне пришлось вполне как уголовое представление, или не поздравление. Ну, вот. А звучит ему так. Ваше Величество, на это, как говорится, восторгено. Вам, как говорится, славу я сегодня пою. Уважаемая Елизавета Свет, как говорится, Георгиевна. Это, как говорится, бёрзды тебе дуют. Елизавета Георгиевна, голубка-то моя сезая, простая английская женщина, бабка, жена и мать. Позволю звать тебя попросту, баба Елизавета. А ты, если хочешь, Гариков можешь меня отдавать. Надеюсь, дерзость моя, которого недовольство не вызовет. Ах, либо даже и вызвано, божественно, любя. Ведь это у себя на родине для подданных, как вы, Елизавета. А я у себя на родине ещё проживаю пока. Известно мне о проблемах в твоём августейшем семействе. И слышал по радиоточке, ну, чего тебе гораздо грузить. Ну, кое-какие проблемы и у меня имеются, хоть в день такой не хотел ими тебя грузить. В этой жизни плохого с хорошим намежно порвано. Друг за дружкой уходят, радость по ней и беда. Так что хвост пистолетом держи, Елизавета Егоровна. Всё ещё перемирится. Какие наши дела? Задержимся на частном эпизоде, что повернул историю и сюжет. Представили минуту, что Володя закончить сдали университет. Студент Ульянов стал бы адвокатом на родности многочисленным родным, считавшим, что здоровому богатому уместнее быть, чем бедным и дарим. Поставив крест на пролетариате, своего бульгарной классовой борьбой, он попал, как кофе бы, в халатке с чашечкой, с калёмкой голубой. Читал бы с уповедением над сона и толстым и скучный капитал. Зимой носил под руками кальсон и от простуды белинцы глотал. Христосом с дворником на Пасху, тем избежав вхождения в народ. А застенчивых кузин, погонял бы в краску поведав им французский анекдот, соорудив себя парит из папы, и обредившись в дедовский шлафрок, участвовал в любительском спектакле, провинциально у них находят проб. С набившей летом ездил бы на воды, блистал бы в буриме в кругу коллег, и вечно жил бы в памяти народа, как далбоко приличный человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Схотворение называется «На графских разваниях», такая пожарно-готическая баллона, и предшествует эпиграф, есть в графском замке «Чёрный путь». Теряя голову и обувь на ходу, поочередно всё с себя срывая, графиня, изменившимся лицом, бежит к пруду, суицидальных планов и не скрывая. Не разобрать её без связных фраз, обрывки их едва, потому что ветер. Так с ней бывает где-то восемь раз в году, когда она за разум не в ответе. С крыльца за ней наблюдая старый граф, из силы у себя мотив молодыща, давно супруги опостылил графу нрав, потому что он сног и не любитель кичи. Хотя и нервный вылаз одинок, он думает, но всё пока, идёт не дурно. Между тем графиня, вдруг споткнувшись за пенёк, на землю падает и там рыдает. И в этот раз, похоже, не до лёд, бормочет граф, с крыльцом, за садом. Уже опять всё Господь не сберёт своей чертоги, полной прокладкой. Любовный пыл вам недавно уже. А слаб нет прежде силы в признаках первичных. Меня он читает простых, если честно, баб. Так что же говорить при истеричных? Меж тем с земли графиня от рыда встаёт и к дому направляет шаг неверный, где с каменным лицом её встречает молчий граф, клиня на душе свой жребий непомерно. Счастливый без пяти минут вдовец, лишь в двух шагах он был одной лучшей, но нерушенный двухсоюз сердец разрушить помешал несчастность. Когда бы не припятать тот пенёк, что так не кстати под ноги попался, как был бы граф теперь прекрасно одинок, как скорби он волгодно предавался. Уж минувех с поры далёкой той покоится их прах под семью пеней, лежа они под общей плитой плечом кладбищенским картинно обвитой несчастный граф с министром и графиней. Но, как и прежде, восемь раз в году сорвавшись с места словно по тревоге, графиня, изменившись лицом, бежит к пруду, срываясь с криком саром по дороге. Я испытал внезапный шок, когда моя жена, надев на голову мешок, метнулась из окна. Но, писавший ладный круг в небесной синеве, опять в окно влетел с ведром на голове. Жена снова видит, рад среди родимых стен, хоть поразил моя каскад внезапных перемен. Но, слава богу, хоть ведро не, допустим, бак, ведь мир устроен так хитро, чтоб быть могло и так, но, как прекрасный, милый друг, что ты опять со мной, для слов твоих приятен звук, немного жестяной, и славляясь с тех пор судьбу, что так ко мне добра, я иду, а назовешь бу-бу-бу твою из-под ведра. СМЕХ 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 Мы с ней прошли огонь и воду, и радость встреч, и больный звук, но... Но быстро время пролетело крылами... А, мы вот сейчас их пролетели, крылами легкими шумя, и вот теперь она в постели лежит, практически плашмя, с температурой 39, как батарея, горяча, не знаю, что мне с ними делать? Пожалуй, вызывал врача. И он решительно направит к моим дверям свои шаги, и вновь любимую поставит на две изящные ноги, и грудь мою слеза омочит, с ресницы предательской слетя, когда она с постели вскочит и захохочет, как дитя. Уверен, так оно и будет, да что уверен, зуб дает. Пусть кто-то даже и осудит наивность детского моего, я первый в нашу медицину с тупым постом маньяка с камень свой в нее не кинул. Пускай побегает. Ну, для, собственно, тех, кто не знает стихи, посвященные моей жене Али Босов, у нас много очень взаимных посвящений, но вообще она скажет, что мы живем, почему не только, но и очень близко. Я уже почти в двадцать три года в мою песню. Дай вам Бог, братцы. Дай вам Бог. Жена моя все время моется, меняет что ли денег на нее, когда же только успокоится душа митежная ее. Чудра посуда вся помытая, царинки не найти в дому, конечно, не противник быдаря, но должен быть предел всему. Мне чистота моя моральная, и ее физически важнее. Машина хороша, стиральная, но счастье все-таки не в ней. Да, я ношу футболки потные, и сплю, бывает, что в пальто. Не вся ж поэта чистоплотная, так нас любят, не зато. Опять жена орет за стенкой. Чего? Он спросил ее, орет по жопу. Дай бы я коленку, чтоб место знало наперед, чтоб поняла всю беспредметность своих претензий и обид. Ну не велит политкорректность. Корректность? Мать ее полит. А я, наверное, первый стихоповарень, который я, значит, посвятил за чемпионовку, где, по-моему, в году, наверное, не соврать, 92-м, нет, уже и ж 92-м. Ну да, пожел. Демонстративно. Ну вот, значит, вот такой стихоповаренный ПСО, а дальше уже пошел этот цифр. Единственное, что надо, значит, иметь в виду, при прослушивании этого стихоповарения, что там пугающие совершенно свои грандиозные все цифры, которые там фигурируют, в качестве рефлена, значит, это было во время непрекомпиляции, когда там у вас всех на кармане были миллион-таки немедленный, но при счете на твердую валюту, значит, в тот момент это было где-то порядка, наверное, трех-четырех долларов, семян что-то, да. А в общем-то деньги в неделю оказалось. Мне для Алки ничего не жалко, кто бы там чего не говорил, я недавно Алке зажигалку за 15 тысяч подарил. Чтобы сумела Алка искру высечь, от которой можно прикурить, мне пришлось и за 15 тысяч зажигалку эту подарить. Приобрел я разжигалку эту по такой неистовой цене, чтобы закурившись сигареты вспоминала Алка обо мне. На свои купил, на трудовые, те, что получил за этот стих, в банке прямо скажем ломовые, Алка прямо скажем столь. А потом еще в какой-то момент, ну, допустим, годы там, стало достигнуть прессионного будущего, и в новой газете, где она на тот момент работала, он, собственно, продолжал довольно большое время работать после этого, но решили ее устроить, при этом хорошую от Вайнер, специально для нее отдельно на газеты, вот, и просили всех, значит, не всех, вернее, просили тех, кто хорошо ее знает и любит, значит, что там о ней написать. Ну, естественно, что вышли там в числе первых обратились ко мне. И я написал такое стихотворение. Ничего для Алки мне не жалко, как уже не раз я говорил. Я недавно Алке зажигалку за 15 тысяч. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, помню. Так. Проехали. Провал. Окей, надо думать. Шало ли? Бывает. Бывает. Все чаще. Так. Не одиноко в этом. Ладно, значит, да. Давайте я на лучшее, просто льешься. Это будет куда лучше. О том, как мы, значит, в нашем Израиле живем. Итак, Алло, Господь. Ситуация называется Пронест. Два старых мудака приехали в Израиль. Не зная языка и букв не разбирая. Приехали лечить свой стариковский ливер. Не могут отличить маслины от оливы. Башка не держит цифр. Глухие, как тетери. Кредитные карты шифр неимедленно потели. Стоят два старых пня, о чем-то злобно спорят. Такая вот херня, зато такое море. Много в мире всякой дуры. Вот у нас сосед живет, он все время нервно курит, и при этом нервно пьет. Не живет, а у тебя нервно головой, как в буфет. Вот такое у нас, примерно, впечатлительный сосед. Восемь месяцев я в дурке пролежал, и каково-то в России с давних пор под матрасом свои денежки держал, чтобы на стоюк посучал. Но однажды мне сказал наш давный врач, под матрасом больше денежки не прячь, как и есть наш постоянный пациент, так и быть уже. Возьмурку процентов. У меня сказал, есть маленький гвончок, но, так вот, понимаешь, сам молчу. Но про это не трогай никому, иначе ни за что они примут сам не вклад на свой волшебный депозит. И закрой плотнее дверь, а то сквозит, и придвинь-ка к ней плотнее табурет, чтобы никто не разузнал про наш секрет. Врачу я свои денежки отдал потихоньку, чтобы никто не увидал, он в платок аккуратно завиднул, и при этом мне в голову подменял. Не скажу за всех, но лично я теперь застрахован от финансовой потери. Никакой дефолт не страшен, больше мне, хоть его и обещали по весне. Мне инфляция от меня не грозит. Ведь не зря я на волшебный депозит положил 500 цинковых, трудовых под 400% годовых. В заключение посоветовать хочу всем, кто деньги под матрасами хранит, но ему отдать их главному врачу. Он потом, что непонятно, объяснит. Ну вот, значит, такое, что прошлое ситворение, ну, коронстантическое, в общем, это, естественно, москвички, наверное, что-то говорит название, значит, Максистульца, Максистки-Кривок, в общем, Патаганка. Это когда-то была такая, почти, если не глухая, то сильная окраина, в общем-то. Когда я там, значит, породился, там буквально в десяти минутах хозяйка там была Костянская застава, Таганская застава, Верманская застава, ну, хорошая окраина там, Слобода практически. Сейчас это такой мощный центр, дорогой. Ну, и там был где-то двухэтажный дом, даже, ну, скорее, он был одинэтажный, мы за ним. Вот, где, значит, куда меня привезли, привезли, значит, завёртую в пенёнку, в пенёнку, не помню, какого она была цвета, потому что это было давно. Значит, это было в 47-м году, и родился, и, значит, тогда в 17-м вече рождались практически в двух родильных домах, один был Ирман, ну, на Ромате, вот, что Рома ушла Путинская, мне, как раз, и шла Путинская, был Павлиц. Вот у Ярских рамок. Да, и вот я, так сказать, сохранив благодарную память о своём доме, написал со временем вот такой стихотворитель. «Казалось бы, давно, и нам прочно забыто, а вот, глядя, что вдруг поднимется со дна, посонный местовой, процокует капыта с образки лобовой, и снова тишина. И выплывут они в густых ошмётках тины, как бы сказал поэт из «Старства и теней», как бы добавил он забытые картины, как он бы завершил давно минувшим днем. «Привет тебе, привет, марксистский переулок, привет, дом 3-2, квартира номер 6, где в мир удивился я, нервический придурок, о чём не разнесли волхвы благую весть. «Привет тебе, мой двор и вместилище порока, где вольно расцветал таганский криминал, где был изгоем всяк, не отмотавшись руками, где сам бы Глеб Жигов едва ли проканал. «Привет тебе, привет, перов, полярный лётчик, то, что бельгизов спас, кукующих найду, когда бы не пырнул дружка твой сын молодчик на сыградый сосед геройскую звезду. «Привет тебе, привет, дворянкам дядя Коле, привет тебе, привет, балбес его лимон, с тобой вместе мы в одной училище в школе побратскими двоих, деля один гандон. «Привет тебе, привет, карманам дядя Коле, что книжки брал читать у моего отца, ты жертвой был в борьбе за дело алкоголя, ты честно заслужил такого вот конца. «Привет тебе, привет, понтюшин дядя Коле, окрестных девок ты недаром был гроза, и в памяти моей ты будешь жив, да, Коле, ведь жив в ушах твоя лихая гормоза. «Привет тебе, привет, малинин дядя Вася, мир праху твоему неистовый алкаш, кто-то так еще сумел по три недели к Васе при этом сохранять завидный авантаж. «Привет тебе, привет, разбитые корыта, привет тебе, привет, хромой наш табурет, привет тебе все то, что до поры залито, но стоит лишь копнуть и вылезет на свет собранием черепков, коллекции обломков, истлевших до черна, истертых до бела, способных вызвать смех товарищей потомков, способны будут дрожь покорного стекла». Ну, такое оптимистическое стеклоение, покуда дней в клеидоскопе еще меняется узор, уверен, но не в полной жопе и есть спасительный зазор, пускай проблем в стране не мало, не гоже нам в луне не впасть, друзья, не все еще пропало, и есть чем кучу пропасть. Мне не забыть то чудное мгновение, хотя мне мадрил прошло с тех пор, как я услышал ангельское пение, и субзитный посетивший папский двор. На ней я водил подружку, словно Ромню, ну что, любезность, как вам Ватикан, как ВВП, и она уже не помна, но мы помним, что забавный старикан. Он показал свою библиотеку, оранжерею и бильярдный зал, казался бы чужому человеку, а все как есть хозяйство, показал. Потом спросил, какого-то арбата и к нам обратилась целая толпа. А может показать ему хвострата? Конечно, человек разкрытал, воспитывал, мол, папа, есть тут один по кличке Хренелли, обычно с виду вроде без капец, но тут стушок разнесся по капеллям, что он еще к тому же и певец. Он раньше у султана был в Гареме, но, видимо, султана не надоел, и тот его одолжил на время, а этот друг с тоски, видать, запил. И удивился, что вы, неужели? А я подумал, он герновродит. Но если так на славном деле, пусть свой талант немедленно подтвердит. Через неразу привели костраты, расточком у меня по пояс аккуратно. Ну, что могу я вам сказать, ребята? Костраты, будьте коням костраты. Будь он хоть Иванов, хоть Хренелли, в нем половое отсутствие запал, но он запил. И тут себя фигняет. А папа чуть с балкона упал. В восторгом бурном не было предела, а в аплодисментах не было конца. Всех за живое, видимо, за дело искусству злоидежного певца. И вдруг ко мне, обратясь с поклоном, он произнес, не поднимая глаз, гостеприимство, следуя законам, хотел бы спеть что-нибудь для вас. Что гость предпочитает из России? Есть из мадам отрывок бутерфляй? Хотите, можно что-то из России. Нет, Г. Газманова валей. Ну, что ж, извольте, если вам угодно. Вне с детства песню русская мела, особенно, когда она народная. И так Москва звонит к вокалу. И подхватили песню кардинала, Дрозды в саду ромашки на руку. Мне что-то это все напоминало, но что-то припомнить точно не могу. Возможно, что грозу в начале мая, хотя, возможно, и девятый вал. Как это называется, не знаю. Шведы живых великого костра, в память тех давно минувшие дни, за весь их род люблю дубою брата, и даже, может быть, еще святой. Жиза Костюшорна, второе написанного коня села Молды, который является первыми... Нет, вторыми слушателями, потому что первым слушателем я был, сидясь вот здесь, Петр Неменовский. Стихи о советском паспорте. Лет пятнадцать с половиной до шестнадцати годков Вдох дубиной я дубиной, и мудак из мудаков. Если б паспорт мне не дали, Так и рос бы гопотой, И остался без медали, Непростой, а золотой. А как паспорт получил я, Сразу резко вверх попер, Все науки изучил я, Быстрым разумом остел, Перестал ругаться матом, Звук отрик, Глядь спиртным, Стал здоровым и богатым, А не бедным и больным, И поднялся, не по-детски, Жопа полная на краю. Вот как паспорт наш советский Изукрасил жизнь. Что ты упёрся, как баран, Хорош держать фасон, Кончи ломаться, Перельман, Возьми свою велу. Она смеётся над тобой, Нелёгый Перельман, Давай же, Трубе отбой, Подставляй карман. Евреи это или не евреи, Ответь в конце концов, Но если дай, Бери скорее, И не позволится. Гудит на крышный Древний кран, Отчатывал времён, Не будь кретином, Перельман, Возьми свой миллион. Скрипит раздолбанный диван, Клопов блатной, Притон, Смени меня, О Перельман, Возьми свой миллион. Или гордыня обуян, Решил ты, Что цена твоим заслугам, Перельман, Не более-то равна, Нет, Отвечает Перельман, Тут дело не в цене, Такой мне свыше гений дам, Что счастью я вполне, И вклит, Капица, Галилей, Неровный, Родня, Неужто жалких шесть нулей Наградой для меня Задрайл наглухо отсек И снова лёг на дно. Да, Гриша это человек, А мы тут все, Алло. Ну, И про что? Два таких шестьсекварения, А то, наверное, Могу третьему вопросу есть, А где разница? Значит, Первая такая, Вагонная, Ну, собственно, Особая жанра, Вагонная балага, То, что болит в поездах, То, что теле, Значит, После Гражданской войны, Значит, Конвалит, Потом следующую поезду, После Отечественной, Начинают, что-то поют, Такой жалцевый, Возвращают, Да, Ну, тут единственное, Что, значит, Что произведение Такого рода, Важное, Даже вот абсолютно серьёзно, Всё-таки, По-честному, Никакой иронии, Должно быть настоящим, Ну, как индийское кино, В общем, Вот. Так называется, Смерть Джаны, Это баллада. Это было не то, Что сегодня, Это было не так, Что вчера, Это было на станции Сходня, Приблизительно в 9 утра. На платформе стояла девчонка, Звали Жанру Люди её, И была на ней только девчонка, А под нею одно лишь бельё. Но сейчас разговор не про это, Не об этом пойдёт разговор, О другом я спою о купледах Под гармони своей перебор, Я спою про девушку Эулу, Что блистала своей красотой, Про её невозможное тело, И характер, Как море, Крутой. Люди Эллу прозвали Анжелой, За глаза голубые её, И была она гордой и смелой, Не боялась она никого. Но не знала она, Что Анжелой за глаза её люди зовут, И считая себя она Эллой, И пришла она в Сходинский суд. Она с падла пришла адвокатом, Он ей был незаконный отец, Стала всех оставлять ароматом И гистерину подобных колец. Пожилая судья удивилась, И сказала с презрением она, Ты зачем сюда Элла явилась, Нам не ты, нам ведь Жанна нужна. Ну уж, раз ты пришла сюда Элла, Раз ты ведёшься гаматом грубя, То откроем мы новое дело, И повесим его на тебя. И не выдержал Генрих только падла, И воспитывал такие слова, Оборзили в натуре, вы падлы, Беспредел не потерпит, братва. И тогда тут встаёт обвинитель, И тогда произносит он так, Вы, конечно, меня извините, Только это не суд, а бардак, Уж не так, надоело, короче, Мне разруливать вашу пройду, Я слагаю с себя полномочия, И на вас их с прибором кладу. И сказал он начальник конвоя, Пожилой лейтенант Ебанько, То закинет в меня заживое, Тот навряд ли уйдёт далеко. И макар свой, достав из кармана, Разряжает огонь в судью, Как и умерла девушка Жанна, Не сказав на прощание адью, Это было не то, чтобы сегодня, Это было не так, чтобы вчера, Это было на станции с войны Приблизительно к девять утром. Стройковый. Ну вот, тогда, значит, прочтём, Наверное, это будет, Саша, Наверное, тебе это особенно будет, Саша Ломировский, приятно, значит, встреча. Какое-то счастье, гости в доме, Без них он мрачен, холоден и пуст, Довольно свет и водой экономя, Гостей не принимать. Пусть едут, пусть их смех задорный Наполняется водой, Весёлая кружится пути рюма, Пусть ощущение радостной свободы Нам пищу даст для сердца и ума. Отны и до гостей открыты двери, Любому место здесь сегодня есть, Что все материальные потери, Когда моральных выгод нам не счастливы. Осталась череда улыб-будем В далёком прошлом, Нынче, что, гляди, добиться порш, Дорожит в тарелке студен, Весёлый поросёнок посреди стола Лежит, прищурившись букаво, Не так уж он страшен, мир иной. В кругу друзей какое счастье, Как право злит жаро-душельный сон. А просто танцы, игры и шарады, А приносяный свежий анекдот. Но что тебе ещё, скажи, для счастья надо, Когда оно само буквально вот. Ах, зимний день, как он оставил скоро, Сгустился зимний вечер за окном. Но вот уже и первый получал рору, Порадуюсь я займутся сладким сном, Пусть не для всех найдутся здесь кровати, Но это полбеды, а не беда, Кто хочет, может спать лицом в салате, Условности. Такая ерунда. Но вот и утром, боже, Эти лица не описать мне русским языком. Вставайте, граф, пора похмелиться, Как мы не знаем, лично я пивко. На столе, как в зимнем поле, Пусто, посуды грязные, Выстится гора, И у хозяина зримо крепное чувство, Что кое-кому давно домой пора. Хозяин с этим внутренне согласен, Хоть виду до конца не подаёт, Момент подобный для семьи опасен, Он до конфликта прочего создаёт. Я и гостя на брыль для цепляски, И сдерживая ненависть с трудом к хозяевам, Кто в шуму, кто валясь, Сродевшую в гости покидают дом. Какое это счастье! Снова трое нас в нашем доме, Дочь, жена и я. Не ценим мы, товарищи порою, Понятие такое, как семья. Сейчас мне дочь запрыгнет на колени, Жена приникнет головой к плечу И в сладостном, тягучем этом плене, Готов уже поздаться, я ночью. Вновь слышу за калитку шаги Я восторженный крики, Звонкий смех, одни уехали, Приехали другие. Когда же вы пройдет убивает всех?